Здарова, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, и мы продолжаем эпопею с аккаунтом моего двоюродного брата. Да, ребятушки, сегодня мы будем снова донатить и снова пытаться выбить Барда и Мэри. В прошлый раз у нас получилось достать Зефирика, а сейчас у нас все надежды на Барда и Мэри. Про рекламирую гильдию и еще озвучу очень важную информацию. Во-первых, ребятушки, в гильдию вступайте. Вступайте, вступайте, ребятушки, в гильдию. И у вас тогда будет все хорошо, номерочки его этот раз постараюсь не забыть и оставлю в комментариях. Далее, видел комментарии под прошлым видосом, о, князь, возьми мне задонать тоже там и так далее. Во-первых, ты мне не брательник, это раз, да? А во-вторых, вот эти вот еще, знаешь, комментарии. Вот, князь, красавчик, молодец, так и далее, вот, помог брату. Нет, нифига, может кто-то неправильно понял, но я на полном серьезе говорил, что я брательнику доначу в долг, потому что брательник уже взрослый парень, он работает и как бы вот такие вот ситуации. Когда у меня раньше была возможность, когда у меня доход с того же ютуба был намного больше, тогда я помогал некоторым подписчикам, я помогал, бывало с и гильдийцем, покупались паки и не один, что-то даже на видео попадало, олдфаги канала знают. Но когда возможности нету, возможности, ребятушки, нету. Вот такая ситуация. Надежд у нас на самом деле мало, но если ты поставишь лайк, может быть у нас что-то и получится, так что подписывайся на канал и полетели. С чего бы хотелось начать? Снова обратился брат. Вот это, знаете, запах наркомании, да, когда остановиться невозможно. Ну, смотрите, у нас пакет накопления сегодня, и тут как бы неплохо с ресурсами, плюс еще акции тоже неплохие, и брательник все-таки хочет там и Барда, и Мэри получить, потому он меня попросил, во-первых, купить пак месяца номер один. Это что у нас? Набор месяца за 100, 100, подожди, нет, пак месяца два он попросил. Пак месяца два, набор месяца два, окей, за 389 рублей, он тут, ну как бы самоцветиков здесь неплохо, не знаю, зачем ему этот кристалл сокола, руна эмблемы тоже ни о чем. И тут мешок с эмблемами прайм восьмого уровня, ну такое, ну давай, давай купим, ребята. Так, покупочка у нас пошла. Денежки отнялись. Это мы купили. По-моему, он сейчас должен пропасть, по идее. А, у нас же еще акция, по сути, 1 плюс 1, да, мы когда эту штуку покупаем, у нас акция 1 плюс 1, жаль, самоцветов в два раза больше не приходит. И пак месяца три. Пак месяца три, что у нас здесь по ресурсам? Это 778 рублей, 140 пыли, а нам, по сути, дадут 280 пыли. Окей, берем и забираем. Ну тут как бы книжки. У нас третий сундук. Ну не знаю, ну не знаю, ну как бы значок таланта титула, ну окей, ну ладно, ладно, сейчас посмотрим, сейчас все ресурсы почитаем вообще. Ну как бы я ничего не советовал, я ничего не смотрел, мне что брательник попросил купить, то я и покупаю. Вот, так, полетели, все куплено, оплата выполнена успешно, монетки события, ну это на самом деле события вообще есть, честно, ни о чем, что магазин, что там, вот эти роллинги, выбивания, подожди, да, два раза больше самоцветов должны дать. Так, и, а пыль? Где еще пыль? А, должны, по идее, начислить. Мы, нам вообще, главное-то пыль, мы с пыли будем надеяться что-то выбить, походу они начислили по два раза только один, по сути, пак. Ну ладно, забираем, у нас должно быть 280 пыли, по идее. Странная фигня, ну если не придет, то брательник напишет в администрацию китайскую, IGG, и там все будет. А, вот, 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 все начислили, все хорошо, не обманули. Отлично. Далее, что мы делаем? Мы, конечно же, идем по акциям. А, вот, слушай, тут доступно у нас несколько попыток, без учета бонусов, окей. А, ну здесь, слушай, здесь неплохо. Здесь вроде что-то... Вот мешок бы лисы выбить, не знаю. Ну, хотят, ребята. Вот, можно было мне эти монетки ради этой акции копить, потому что у меня там 28 монеток накопилось. Я и, типа, там же есть и другое событие с этой фигней, да? И мне такие... Ой, ну, типа, камон, короче. А хотя и эта акция говно. Ну, честно. Реально, что здесь дают? Фигня. Что здесь дают? Тоже фигня. Что здесь дают? Ну, фобос, окей. Допустим, у кого фобоса нету. Здесь девятые эмблемы. Сколько, сколько? Два мешка, серьезно. Здесь эмблема огонь жизни. Огнекрыл за 180 попыток. Нет, ну, короче. Все, походу, акции с этими монетками фигня. Единственное, что, ну, вот, мешок полярного лиса, да, было бы классно выбить. Ладно, дальше. По событиям. Парящий остров. Ну, в Парящий остров мы зайдем. Так, базар, набор самоцвета. Так, базар, волшебная кузница. Ну, это то, что там было. Халява. Я, как вы, все, все, все подарки забрал. Я больше туда, по сути, не захожу. Потому, потому. Выращиваю призы. Остались эти беспонтовые, неинтересные. А хотя здесь, что я уже забыл, как это все работает. Посажите, посадите саженец. Ну, давай посадим саженец. У нас, на самом деле, попыток немного. У нас три попытки, да, как я понимаю. Да, и раз, полили что-то. Легендарное яйцо питомца. Вот это акция 2019 года. По сути, 2020, да, ну, смысл. Смысл. Но эта акция никаким образом... 5000 значков почета. Эта акция никаким образом не подогревает интерес у игроков, ребята. По той причине, что, ну, абсолютно тупорылые награды. И, типа, о, пойду задоначу. Сегодня выращиваю призы акции. О, боже. Так, цветущие бонусы. Тут у нас что? Три вот. И вот еще одна беспонтовая акция. 80 кристаллов. Прямо вообще. 100 самоцветов. Ну, хотя бы в цветущих бонусах... О, 1000 значков почета. Только я хотел похвалить то, что в цветущих бонусах начали давать самоцветы. Разбей яйца. Третья беспонтовая акция на 2000... Из-за не меня почти 2020 год. Кстати говоря, ребятушки, с наступающим. Вот. Напишите в комментариях, что бы вы хотели, что бы у меня поменялось в следующем году. Как бы я должен был измениться? Раскол сет пятого уровня. Тут хоть что-то, какие-то обновления. Большая... Подожди, ну вот разбей яйца, да? Это когда-то топовейшая. Топовейшая. Крутейшая была. Просто акция. Список победителей тут даже есть. Золотой ключ. Сущность студенства рыцаря. Легендарный яйцо питомца. Мешок Prime X. Раскол сет пятого уровня. Сет первого уровня. Мешок с эмблемой Prime пятого уровня. Ледяной феникс. Препарат роста. Миша. Кристалл сокола. Праздничный пакет один. Окультист и бард. Окей, оккультист, бард. Но... Ну хотя бы бард. Ну хотя бы бард. Но... Чё тут? Это как старые добрые времена. Нам, чтобы выбить, к примеру, из акции яйца в своё время. Мы там выбивали, к примеру, там, вальторов, некросов. Чё-то по 100, по 140 попыток тратили. А то и 200. Это там суммы порядка 40 тысяч рублей с плюсиком. Вот. И что здесь, типа, чтобы выбить барда, надо потратить такое количество попыток. Мне кажется, эти акции, знаешь, они как бы вроде есть, но... Они не проработаны. И на них давно забили болт разработчики. Так же, как они забили болт на многие локации. Вроде как бы и есть. А эти локации-то нахер никому не нужны. Потому что награды абсолютно идиотские. Большая выгода. Давай заходим в БОЛЬШУЮ выгоду. Ммм... Да. Да. Ну хотя у нас, знаете, у нас паки маленькие. Потому тут как бы реально надеяться на что-то так счастливое число. Ну тут акция, в которой постоянно, короче, не везет. Вообще, самое главное, ну, посмотреть, что у нас там получится. Подтвердить. Подтвердить. Опачки. Кажется, дочка сейчас посетит наш стрим. Точнее, наше видео. Ой, напугала-напугала. Пожалуйста, больше не пугай меня, Элина, так. Так, идем дальше. Сокровищница. Еще одна акция. Ну, наверное, там попытки дают затрату, да. Попытки дают затрату, 70% бонус. Базар пакет накопления. Это есть возвращение домой. Вот это вот, вот это вот я не знал, что это такое. Элин, ты решила прийти на видео? Ну ладно, иди сюда. Так, с возвращением. Ежедневная награда. Что это? Ваш код приглашающего? Что это такое? Типа, надо будет подробнее почитать по поводу этой акции. Мол, если ты, к примеру, давно не играл в игру и тебя пригласили, обратно ты получаешь бонус. Ну хорошо, возвращение домой получишь. Так, кому ты там язык показываешь? Это неприлично. Так, ежедневная награда. А что здесь за ежедневная награда? Дайте посмотреть. Смотри, ни правил, ни описание. Код пригласившего. Используя код пригласившего, мы вышли ему ей подарки. С возвращением. Слушай, интересная штука. 80 уже может меня с каналом замутить. Надо как-то, короче, разобраться. Я вам код вышлю, а вы все вернетесь в игру. Я же знаю, многие, кто давно не играет в битву замков. Вот, может, просто зайдешь и посмотрим, какие мне подарки придут. Так, временные акции. Настолка. Вот, настолка эта тема. Правда, попыток там, конечно, к сожалению, будет достаточно мало. Ты уже тогда на камеру смотри, в экран смотри. Три попытки. Так, вот бить меня не надо, ладно? Да. Сундук замка 3. Это ерунда полная. Дальше. Вы бросили 11, выиграли. Пазлы, пазлы, пазлы. Нет, так лица и комната. Вы бросили 11, том благословения. Окей. Чтобы забрать Барда, надо 10 пазлов. Что тут еще можно забрать? Пазлов необходимо. Ну, слушай, тут, наверное, уже пускай Влад сам решает, что он хочет забрать. Или печеньки, или этих, или питомцев. Так, Ирина, палец мой, не ломай. Ну, ладно, можешь поломать палец. Сломай мне палец. А-а-а-а-а-а. А-а-а-а. Ты мне почти палец слова. А-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а. Так, награды. Награды. Стрим. А, ну, это, наверное, тот стрим будет, где будут задаваться супер-вопросы. А когда добавят кнопочку забрать все награды с квеста, там, что это такое, знаете. Игра уже в полуздыханном состоянии. Там совершенно другие и серьезные вопросы надо... Ну, ладно, посмотрим. Так, на столк. Ну, все, в принципе, по этой штуке все. Мы заходим... Значки подсчета. Окей, ерунда, ерунда, ерунда. Мы заходим сюда. А, тут же, смотри, мы что-то набрали-то подарков, о божечке. Как все это круто. На самом деле, нет. Пакет накопления. Вот это интересная тема. Слушай, а прикинь, тут... Что-то брат неправильно рассчитал. Тут, мягко скажем, чуть-чуть не хватило. Не хватило, прикиньте. Ста... Ста десяти самоцветов. Серьезно. Ста десяти самоцветов. Ну, это, 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 это разве законно? Слушай, ну, давай тогда, я не знаю. Куплю еще какой-нибудь пак. Ну, за 70 рублей, самый дешевый, 300 самоцветов. Жесть просто. Так, окей. Забираем. Хотя, может, там эти самоцветы где-нибудь и начислились бы. Из какой-то акции. Хотя, вроде бы... Вроде вряд ли, если честно, ребята. Если честно, вряд ли. Так, набор самоцвета, пакет накопления. Так, скины. Снова монетка событий. Так. Ну, эти сундучки окей. Эти сундучки окей. Отсюда что нам будет падать? Вот, отсюда можно надеяться на осколочки барда. Потому что, ну, по факту, по факту, если уже говорить серьезно, да, если все-таки кого-то получится как-то собрать, то это будет супер-мега удачей. Теперь. Смотри. Что у нас тут получается? Ну, полярного листа 37. Хладный призрак 155. Это неинтересно. Не хватает 79 осколков барда. И 33 осколков кровавую мэрия. У нас, по сути, события... Так, а что, куда у нас тут монетки пропали? Мы можем увеличить, да, у нас? Оп, две монетки. Давай. Лису, лису. Монетка, да. А нам нужен мешок лисы. Ай. Ну, что такое, а? Ну, окей. Это мы все дело откроем. Дальше. Заходим сюда. События. Парящий остров. Переходим. И открываем все попытки. 280 пыли. Давай, погнали. Слушайте, мне, кстати говоря... Сюда наверх пойдем, чтобы вы видели вообще все. А мне, кстати говоря, в комментариях даже писали о том, что... О, Бард. Мне даже писали о том, что князь ты неправильно ролил. Там надо тайминги соблюдать по 10 секунд. Там перезаходить. Тогда будут падать только осколки. Чуть ли, ну, реально с секундомером не сидеть. Вот. Так, слушай, Барда 5 осколков. Это хорошо. Чуть ли не с секундомером сидеть. И... И... Как бы... И тогда вот все хорошо будет, да? Тогда в 2 раза больше осколков будет падать. Какая-то там суперсистема. Ну, это, знаете, из той истории, когда там... Чтобы выпал нужный герой при роллинге, тебе нужно там держать кнопку 5 секунд. И только потом ударить, да, по герою. И вот это вот все, знаете. Так. Мэри, давай там хоть по 5 осколков падай. Если там вообще есть возможность, конечно, по 5 осколков Мэри выбивать. Так. А, все, у нас места нет на складе. Ну, и что у нас тут получается? 150 печенек, 9 сундучков. 800 камней прорыва. Это неплохо, если честно. Это неплохо, друзья. Напишите в комментариях, что думали. И может там реально есть какая-то супер тактика, как... Как нужно правильно выбивать. Слушай, вроде как бы падает лиса, и мы должны радоваться. О, лиса упала. Но мы как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, барда по-любому собрали. Ну или нет. Ну, короче, там реально чуть-чуть всего не хватает. Мне прямо интересно зайти посмотреть. Так. Ну что, заходим. 20 осколков Мэри не хватает. Ну, Мэри, кстати говоря, тоже неплохо падала, ребятушки. Мэри тоже неплохо падала. Дальше. Бард. А, слушай, барда... Ну, хотя барда изначально и было мало осколков, да? То есть было 120, что ли, или 119. Ну да, все-таки, наверное, не получится, конечно, на этом видео собрать его. Но у нас... У нас есть еще надежда. На складе. Но, блин, если там, конечно, повезет, это будет... Это будет супер удача. Так, смотри, 108 тысяч самов. Ба-бах! А, так, ваши подарки. Ну, давай полетели открывать. Слушай, давай вот это вот откроем. Это что, Элина, на экране? Я не знаю. Ну, что ты такая лохматая? Или моя мама сделала такую прическу? Такую прическу мама сделала? Да. Ну, что-то как-то она не очень. Папа лучше прически делает, правда? Да, и мама. Папа лучше делает прически. И мама тоже. Нет, папа круче. Нет, мама. Так, Элина, хоть подыграй мне. Как у тебя дела вообще? Хочешь, чтобы я тебе захват сделал? Часотку? Ай, да боже, ты не понял мою бетёжку. Ну, она и так испорчена. Ай. Так, окей, идём дальше. Такая, знаете, была мимимишная немножко пауза. Да, и не надо там писать в комментариях, Опа, чаще снимай видео с дочкой. У меня она, когда она захочет, тогда она приходит. Вот. Когда не захочет, тогда не приходит. Да, специально ссывать дочку в камеру ради там лайков или ещё чего-либо. Благословенных комментариев я не собираюсь. У нас девочка самостоятельная. Хочет, что папа на коленях посидеть, посидит, не хочет. Вот. Не будет сидеть, соответственно. Так, ну, тут мы выбиваем всякое разное. И, конечно, да, здесь осколки Барда не падают. Слушайте, видео всё равно какое-то долгое получается. По факту, да, ничего не задонатили. Но ресурсов, да, всяких попыточек, развлечений даётся достаточно много. Так. Сюда книжки. Так, ну не бей ты по микрофону. Что ты по микрофону бьёшь? Расскажи лучше сказку про колобка. Расскажи сказку про колобка. Так, что это за приколы? Влад, ну ёлки-палки. Он мне катится. Ясно. Короче, ребёнок заучивает наизусть сказки, которые ему рассказывают. И потом вот, когда ей взбредёт в голову, она начинает их рассказывать. Причём, когда ты попросишь специально рассказать, ну типа, расскажи, да, там, что-то с нами. Ну, ничего, вообще ничего не будем говорить. Ну, так катится. Ясно. Ну, вот что-то вот такое. Она такая, ну, там что-то катится. Да. Катится, катится там. Да. Так кто колобка? Кто колобка съел? Никто. А, его никто не съел? Он просто катится. Да. Он золотого цвета. Да? Сказка хорошо закончилась, да? Да. Лиса его не съела, да? Да. И заяц тоже. И заяц тоже не съел. Да. Лук тоже не съел. Лук тоже не съел. Не, ну а чё, правильно. И медвей не съел. Колобок просто бессмертный, да? Да. И жёлтого цвета. И жёлтого цвета. А ты бы колобка съела бы? Нет. Нет? А чё? Я бы съел бы. Ам! Ай! Так, что у нас тут получается? Ну вот у нас надежда, понимаете? Вот выбить пару раз 30-20. Но вы сами знаете, как это всё работает. У нас рандом. Так, здесь хладный принц. Призерк. Я знаю, я там чуть ли не видео назвал. Хладный принц. Так, ну что, Айджи, пожалуйста, давай. Раз. Раз. Ну, конечно. Как же может быть по-другому? 2. Ужас. Какой ужас. Так, и что мы в конечном итоге имеем? М? Не хватает Барду. 136 осколков. А кровавой мэрии не хватает 200 осколков. Ой, 220. Вот такой вот результат. Следим, ребята, дальше. Ну, кровавую мэрии, да, теоретически можно из-за пределья как-то достать. Вот. Но мне нравятся люди, которые писали мне про запределье в комментариях. Что князь, ты мог свою Барду там достать из-за пределья. Что-то там плачили из магазина безумия. Ну, а может просто видео досмотрел, до конца досмотрите, там где из магазина безумия и забрал мэрии. Ну, короче, Владику пожелаем удачи. Гильдии Фаерлаги, мы тоже пожелаем удачи, ребятушки. Ну, я не знаю, что тут. Ну, жестко, жестко. Но мне кажется, здесь мэрии легче выбить. Пишите в комментариях, если хотите следить дальше за этим аккаунтом. И историю про то, получится ли здесь выбить мэрии или Барда или нет. Ну, я думаю, со временем обязательно будет. Посмотрите, какая разница силы, да, если сравнить с прошлым видосом. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо за просмотр. И всем пока, друзья. Скажи пока. Пока. Аааа. Ой. Да что я пугаю? Что я хочу и пугаю? Пугаю.